Всем привет, с вами Коннор. Сегодня, короче, у нас сегодня такой вот обзор на троллейбус ФС. Гаррисмо троллейбус ФС, как говорится. На втором сервере сегодня у нас такой вот обзор замечательный. Такой троллейбус под названием... АКСМ-101ПС. Такой вот замечательный белорусский старый троллейбус. С города Минска, как говорится. Ну, конечно, ребят, я уже сделал на этот обзор уже данный троллейбус, но они были разных окрасок, короче. И, в принципе, повторяем такую же традицию, потому что, блядь, ну, просто сейчас абсолютно ничего оттуда, блин, опозревать, как бы сказать, по троллейбусам. Но, стараюсь как-то, ну, не знаю, вот, сделать, как говорится, выжить максимально с этого, блядь, мода. Но, я вот это и сейчас и стараюсь это делать. Ну, ладно, давайте уж тогда сейчас включим напряжение. Окраска, кстати, сейчас я вам покажу немножко поподробнее данную окраску этого троллейбуса. Ну, она из Минска, как говорится. Ну, вот, вот так вот он у нас выглядит. Где-то такой вот синий и бело такой, и полоски такие, зелёно-красные такие полосочки. Ну, ребят, я, скорее всего, ну, естественно, данный ролик именно троллейбуса, который вот вылезет вообще перед вами, перед вашим экраном. Как говорится, ну, точнее, даже сказать, экранами, потому что у вас там много, там, дохуя, как бы сказать. Поэтому, ну, в принципе, вы видите тот же самый АКСМ, ну, или вы уже увидели. Если вы видели, то красавчики, если вам так сказать. Что у нас, как бы, насчёт сиденья? Насчёт сиденья тут, в принципе, всё-то так, как говорится, идентично. В принципе, ничего особо нового нету. Ну, ладно. Ребят, я вот что хотел вам сказать ещё. Такую вещь. Как вы знаете, ребят, я, как бы сказать, снимаю ролики, естественно, по нашей любимой теме транспорта, именно по троллейбусам, автобусам, короче, вот и всё там подобное. И что я хочу вам, естественно, попросить, ребят, это подписаться на канал, поставить колокольчик. Ну, естественно, написать там в комментарии, если кому-то вообще он нужен, блядь. И всё. Поэтому, ну, пишите там комментарии, там, и так далее. Я читаю все комментарии, лайкаю и добавляю, ёпта. И, короче, делаю, ну, всё, что дозволено. Поэтому, ребят, дерзайте, давайте, блядь, там, ну, как говорится, всех вас жду в комментариях. Ну, просто, ребят, ещё хочу ещё раз вам напомнить именно про табличку, которую я ещё показывал ещё, ну, ещё в ролике по... по троллейбусу, а именно по... из... из города Черкассии, из Черкассов. Да, ну, троллейбусы, пожалуйста, ребят, ну... ну, пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте лайк, колокольчик, там, и так далее. Вам это не сложно, а мне, как говорится, приятный. Ну, естественно, дело обзорное не только для вас, а ещё и делаю для себя. Ну, считаю, что это довольно прикольная такая тема, хорошая, такая познавательная, в принципе. Ну, и довольно нормальная. Поэтому, ребята, пожалуйста, подпишитесь и поставьте лайк. Ну, окей. За это время я уже всё поставил, там, табличечки, всю эту хуйню, вот эту вот... всё, что нужно было бы, я поставил. Окей. Ставим, естественно, колокольчик... Тьфу! Да, колокольчик-то ставь, ставь, ё-моё. Ну, реверсивка я поставил уже. Преобразовать напряжение. Пич нам, нахуй, наверное, нам не понадобится. В принципе, шо-то тоже дальше вырубаем. Естественно, освещение салона, управление, матрокомпрессор, зуммер, освещение кабины, габариты, освещение подножек. Печь в салоне он нам, нахуй, не нужен. Хотя зима, в принципе, но... В троллейбусах тут нет зимы. Хотя это очень странно, блин. Даже порой, очень даже странно, что тут нет зимы. Так, чё? Всё, включили троллейбус, как говорится. Там просто чей-то троллейбус там шумит. Естественно, мля. А, кстати, тут, смотрите, кнопки даже есть сразу. Четвёртые. Это открывает сразу и вторые, и третьи двери. И также эта кнопка... А это закрытие, короче, понятно. Так, ожидаем, когда у нас всё это, ну, загрузится весь воздух. В наш этот троллейбус, как говорится, всё такое. Информатора тут, скорее всего, его нету. Он, наверное, тут вообще отсутствует. Его... Попросту нету. Ну и хуй с ним. Короче, тут особо мучиться-то не надо на нём. Понятно, хуэта это. Очередное неудобное говно. Но я имею в виду, вот, про эти кнопки. Про эти вот две кнопки. Они вообще нах... Они, по сути говоря, они нахрен не нужны. Так. Сигналка. А. Так, сигналка у нас работает. Руль крутится. Как говорится, всё работает у нас. Всё замечательно. Всё. А. Какая же у меня он хуй поедет, потому что у меня... Не стоит, блядь, передача именно вот это вот всё. Так. Первый маршрут я вроде поставил, блядь. И всё, нахрен, на нём... На нём поставил. А, понимаем, он вообще не загорается. Ну окей. Так. Не, ну стоп. Маршрут я вроде поставил, блядь. Ну да, вот первый маршрут у меня стоит. Всё заебись, блядь. Чё у меня он тупит. Чё-то нихуя не пойму. А, кстати, да. Я зову проверить. Ну, тут нахрен ничего не открыл. А, не. О. О. Хотя бы вот тут посередине и сзади открывается дверь. Ой, люки точнее. Ну, зеркала тут хотя бы настроены более-менее, как говорится. Но мета плюс. Так. У нас, как говорится, как обычно, направо направлено. Поэтому хуярим. Гармошечка, как говорится, едет тут потихоньку. Ну вот. Как я и предполагал. Всё у нас охуенно работает. Привет. Окей, давайте-ка немножко так подразгонимся. Ну, звук тут, конечно, такой двигатель спокойный. Типа, ну, не такой уж он грубый. Да, кстати, тут вот, тут, когда не газуешь, бля, на нём, и всё. Всё заебись. Так. А вот они, наши пассажиры. Блин, толпы как... Толпа тут, конечно, не ебарут. Пассажиров, бля, куча-куча. Куча-кучная, бля. Ну, в принципе, по двигателям, ребят, по электродвигателям, но... Я-я-я-я-я бы не сказал, что он прям так вот, он пиздец, типа, но... Есть схожесть с Зилушкой. Ну, хотя там, наверное, и тут стоят Зилушки от Зил. Скорее всего, бля. Вот эти вот старые двигатели. Ну, это, наверное, так и есть. Ну, просто в виде, немножко видоизменённой, да и всё, в принципе. И больше нихуя. Как говорится... Так, подтормаживаем. Давайте садитесь. Это кто-то, блядь, подразогнался, ё-мое. Непонятно вообще никак. Ну, окей, давайте-ка подразгонимся. Так, электричество, как говорится, и всё, как говорится, есть. Вот, мне единственное, что тут заёбывает, это лежачие полицейские. Вот это, конечно, прям пиздец, бля, ну это вообще... А, кстати, тут дверь-то тоже работает всё. Ну, хотя бы стали немножко обращать внимание на старые модели. Это вот плюс. Блин, прям так вообще не шует, прям электричка, нахуй. Не троллейбус, блин, электричка. Ха-ха-ха-ха. Так, давай. Давай-давай-давай. Опа. Опа-опа-опа. Ля-ля-ля-ля-ля. Опа. Сука. Прям просил, что ли, эту штангу нахрен слететь. Ну-ка, становись, сука. А, она нам, бля, вообще нам, блядь, слетела, ебать. Ну ладно, чё ещё, я поставлю эту суку. Во. Всё, блядь, теперь она хуй свалит. Ну всё, вот. Блядь, конечка должна быть где-то, ё-моё. Вот где-то она должна быть. Конечка-то, блядь. Хотя, чё я вот тут врубаю этот поворот, блядь. Нахрен нужен, блядь. И всё. Так, пролетели нормально всё. Как говорится. Не, конечка ещё не скоро, как говорится. Ещё... Ещё долго и долго и долго. До неё надо доезжать, блядь. Ещё долго и долго. Эх. Ширя. Ой, блядь. Мой-мой-мой-мой-мой троллейбус, стоять. Блядь. Во. А то я чуть ли я не... Чуть ли я не сдох. Я за своего любимого троллейбуса. Сука, давай-ка, блядь, подразгонимся. Нахуй. О, а чё это тут красный, блядь, горело? Не пойму. Хотя... Тут, в принципе, направо, блядь, мне надо ехать, поэтому... Мне, блядь, можно направо, потому что тут... Горица до фурганова. Блядь, нормально всё. Ничего я, нахуй, не нарушаю. Ну-ка, давай, блядь, подразгонимся. Ну, автосалон. Где продают всякие вёдра. Ну, и другие автомобили, блядь. Производство с Россией или же Советского Союза, блядь, и всё. Я рофлю, если чё. Так, стоять. О. Да как она, сука, отлетела, блядь, я не понимаю. А, ну, хотя бы одна штанга слетела. Это реже рекорд, блядь, пацаны, ё-моё. Одна штанга, блядь, всего-то слетает за всю мать его поездку. А, ну, тем более, у меня, блядь, неактивированный штанголовитель, ё-моё. Так, давай. Всё, нормально, блядь. Так, иди сюда, сука. Во. А, ну, конечно, я хуй поеду. Я думаю, шо это конечко. Глубоко на это надеюсь. Хотя очень похоже на конечко, блядь. А, петь, штанга-то, сука, слетела, блядь. О. У меня вообще, нам, блядь, пошла на перекос. Блядь. Вот это вообще, блядь, идеально, ё-моё. Штанги просто нахуй пошли. На перекос, блядь. Ой. Я хуею. Ну ладно. Ладно, пизду, надо лучше активировать, нахуй, штанголовителя. Ну вот и всё. Как говорится, всё нормально, так нормально. Не, нахуй. О. Так. Наручник поставили. Поставили. Теперь остаётся поставить штанги. Капец. Это ж, блядь, как это он должен на вообще? Капец. Ниху... Я? Капец, блядь, вот это на перекос. Как говорится, пошло. О. Чувак, всё нормально, ё-моё. У меня просто штанги немножко на перекос пошли. Ща, пока не ехать никуда. Давайте-ка вот так сейчас завернём. Шоу, штанги, блядь, не слетели. О, нормально. Шоу, штанги, с этого кольца, блин, чё-то тут никакого абсолютно нету. Вроде бы это кольцо, блин, да? Вроде бы это конечко. Но откуда тут нахрен люди? Взялись. Отвели с информатором, кто знает, какой я и надо ставить для третьего маршрута. Так, я пока что мутнул. Пацаны. Ой. Фу, хорошо, что я успел стрельгировать, блин, насчёт этой штанги. Капец. Ой, ё-моё. Сука. Давай, блядь. Блин, сто с чем-то метров осталось ещё до стрелки. Нормалёз, блин, нормалёз. Вот тут, кстати, в этом дрались просто так вот играться всё время. Вечно играться с этими, блядь. С педалями нахрен. Так, как говорится... М-м-м, да. Пам, прям вовремя, вовремя штанги мне слетели. Так, стоять. Ну, идёшь, я поставлю штанги и всё, нормально, всё, блядь. Да, вот так вот они у нас ставятся. Эти штанги, как говорится, не в таком-то в лёгком формате, как говорится, вот. Так, ладно, едем так потихоньку-потихоньку. Так, окей, у меня аж по микрофону стукнули, ё-моё. Ну, давай, давай. Во. Нормалёк. Как говорится, едем-едем. Ну, главное, что штанги, кстати, нормально так функционируют. Даже так неплохо. Так, ладно, там немного ещё осталось ещё доехать, так. Совсем немного. То должен быть где-то же вокзал, где-то ещё... Не, хотел ещё не скоро будет рядом, по сути говоря. Ну, давайте так подразкроним всё. Вау. Нихрена. Вот тебе, значит, я турбус-овец, блядь. Фух, перескочили. Как говорится, нормально. Так, тут у нас дворик, тут, где вот тут маленькие дети играют, там, в игрушки, там. И во всякую другую хуйню, блин, и всё. Так. Угу. Надо свернуть направо. Свернём направо. Ну и вот. Замечательно, как говорится. Так. Ну и сейчас вот оставим всё-таки где-нибудь будет тут. Так, надо поставить ручник. Опа. Ой. У меня ещё дверь туда открыта. Ё-моё. На середине. Ну что ж, ребят, ладно. Спасибо вам огромное за просмотр. Не забудьте поставить палец вверх. Подписаться на канал, естественно. Ну, с вами был я, Конор. Поэтому всем спасибо, ребят. Подписывайтесь на канал. Лайк. Колокольчик. Ссылки все в описании. Поэтому всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok